Ну что, друзья, всем привет! С вами компания Parafar. Сегодня у нас на обзоре будет магнитола для Hyundai Elantra с 2014 года по 2015. Артикул PF366. В комплекте у нас идут вот такие вот уши. Это для крепления непосредственно планшета. Ему перейдем чуть позже. И сама рамка. Рамка у нас выглядит вот так. Все под штатный внешний вид. И здесь у нас имеются вот такие вот крепления. Все под заводские болты. Уши у нас прикручиваются к магнитоле. Потом магнитола у нас вставляется вот сюда. Вот так вот она у нас вставляется. Соответственно, здесь у нас уже будет прикрученная магнитола. Мы ее просто приставляем сюда и все. И закручиваем. И у нас получается вот такая вот магнитола с рамкой. Что, давайте теперь перейдем к самой магнитоле. Ну что, давайте теперь посмотрим само головное устройство. Сам планшет. Здесь у нас имеются кнопки. Кнопки у нас подсвечиваются. Кнопка Reset и микрофон встроенный. Соответственно, есть еще выносной. Фишка для питания. Кулер для охлаждения. Здесь у нас имеется вход под доп. разъемы. Соответственно, мы к ним чуть дальше пройдем. Это у нас вход под именно антенну. GPS. Все подписано. GPS 4G. Так, давайте теперь перейдем к комплектации. Убираем не толку в сторону. Комплектации у нас имеется вот такой вот микрофон. Микрофон можно как приклеить, так и есть он на зажиме. Там по желанию. Соответственно, здесь у нас есть фишка. Она идет как доп. Здесь у нас AUX. Провода RXTX. В основной пачке у нас лежит много всего. Вытаскиваем. Здесь у нас имеются слоты под USB. Вот так вот у него у нас выглядит. Это 4 и 6 пинов. Выводится в бардачок. На большой косе у нас имеется слот под SIM-карту. Выход под микрофон. Вот этот черный на нем. Все провода подписаны. Микрофон. Камера CVBS. Выход для сабвуфера. Аудиосигналы. Это лево-право. Подключение кулера. Камера охлаждения. И выход еще под усилители. Переходим дальше. Камера заднего вида. Отсюда у нас есть Wi-Fi антенки. Если вы не хотите протягивать, есть камеры для Wi-Fi. Вот так вот здесь их откусываем и подключаемся. Плюс 12 вольт на камере. Ну, если такая имеется. Если нужно, например, для переднего вида, то постоянный плюс. Функция AR. Ну, и соответственно, сам колокольчик с камерой. Здесь у нас имеется 4G антенна. Все подписано. Не перепутайте. Если вы протянули, например, в стойку автомобиля и потом МОЗ-2 одинаково, такого не получится. Потому что 4G и GPS антенна имеют разный цвет и подпись. Так вот она у нас выглядит на двухстороннем скотче. Все в ZIP пакетах. Здесь на GPS антенне все то же самое. Только здесь черное. Вот здесь написано GPS. И здесь у нас имеется двухсторонний скотч. Что, подключим планшет? Посмотрим. Так вот запускается наш планшет. С нашим фирменным логотипом. Сейчас у нас полностью прогрузится. Вот здесь загорелись кнопочки. Все видно. Зеленым цветом. Это все настраивается. Сразу у нас включился плеер для видео. Это у нас основное меню. Здесь у нас имеется приложение. Вот сюда вот заходим. Apps. Ну, то есть приложение. Здесь у нас имеется навигатор, который вы поставите сюда. Здесь в данный момент стоит именно Google. Но его можно поменять на любой другой. Здесь у нас имеется встроенный проигрыватель для треков. CarLink. Это дубляж телефона на магнитолу Bluetooth. Давайте перейдем сразу в Bluetooth. Посмотрим. Здесь у нас имеется название устройства. Пароль. Далее подключаемся сюда. Можно подключиться отсюда, например, нажать кнопку link. И он найдет сам телефон и подключится к нему. Здесь у нас проигрывание треков. Наверху будет надпись треки, который у нас проигрывается. Можно сделать паузу, перелистнуть треки. Записная книжка. Можно ее скачать, можно нет. Там уже по желанию. Но телефон у вас попросит ее там, как вы захотите. Здесь у нас имеется набор телефона. Можно, например, отсюда кому-нибудь позвонить. И отсюда набрать. Если телефона нет под рукой, но вы подключены. И также исходящие, входящие, пропущенные. Эту книжку можно тоже почистить. Уходим обратно. Здесь у нас есть радио. Радио у нас сохраняет до 18 станций. 18 станций можете сохранить. Соответственно, нажимаете автопоиск. Автопоиск у нас, например, нашел. Зажимаем. Сохранили станцию. Давайте же перейдем дальше в основное меню. В основном меню у нас есть эквалайзер. Эквалайзер у нас довольно такой обширный. Можем здесь вот так вот порисовать пальцем. Либо нажать кнопочку. Пресет. Лаут. Это у нас добавляет объемности звука. Здесь у нас имеется... Куда у нас будут играть динамики. Если, например, сзади слишком много звука, то мы берем и переносим его назад. Но мы поставим на All. Здесь у нас задержка. Временная задержка по динамикам. Соответственно, также очень сильно добавляет объема. Так что поиграйтесь. Здесь у нас имеются срезы. И это именно по низким частотам. Можно добавить гейнов. Это от скольки будет играть динамики. Можно перейти в настройки сабвуфера. Здесь у нас есть гейн. Это то есть левел для сабвуфера. И срезы. От скольки играет динамик. И MP. Дальше. Здесь у нас именно срезы по верхам. То есть от скольки до скольки динамики и играют. Это все очень помогает для акустики. Так что не ленитесь, посмотрите. Аукс. По Ауксу у нас можно запустить, например, микрофон. Если у вас есть там попить коробки. Либо же подключить свою камеру переднего вида. Либо поставить куда-то камеру в салон, если она вам нужна. Здесь у нас вообще имеются приложения, которые установлены сразу с завода. Соответственно, это YouTube. Voice Search. Это поиск поисковик. Если у вас есть на мультируле, например, поисковик. Ну, кнопочка вызов голосового помощника. То, естественно, мы можем его вызвать и найти что-то там. В кугле то, что нам надо. Настройки мультируля. Случайно выключил. Настройка мультируля. Настраиваем кнопки. Например, зажали на руле кнопку. И здесь, например, нажали плюс и сохранили. Это у нас сохранится. Так что вы кнопки можете менять. Можно просматривать также все треки, все клипы. Либо скачивать фильмы, если у вас дальняя дорога, а там нет интернета. Так что вот, можно посмотреть. Это у нас все подключается именно к нашей флешке. Либо скачивать с интернета. Это Play Store. Это у нас, соответственно, откуда мы все будем приложения скачивать. Поисковики в Google. Google карты. Это все, что установлено. Файл менеджер. Если вы пользуетесь дома компьютером, то вы, соответственно, можете скачать любые взломанные программы и установить это сюда. Что у нас еще есть? Настройки. По настройкам заходим в систему. Заходим в об устройстве. Видим. Это у нас 232. Восьмиядерный процессор. Он очень шустрый. Намного шустрее, чем четырехъядерный. Еще дополнительно четыре ядра делают свое дело. Так что магнитола супершустрая. Галерея. Здесь мы можем просматривать наши фотографии, если таковые имеются. Подключать сюда, например, регистратор. Регистратор будет писать сразу непосредственно в магнитолу. Так что, друзья, вот такая вот магнитола сегодня была на обзоре. Всем пока.